Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Сегодня еще нельзя однозначно сказать, кто предложил создать ДВБ-102. ВВС, полковник Кутепов, возглавлявший ЦКБ-29 НКВД, или сам Месищев. Коллектив бригады 102, возглавляемый Месищевым, был небольшой. Удивительное дело, коллектив инженеров, ранее никогда не встречавшихся, быстро заработал как хорошо отлаженный механизм. Работа по созданию бомбардировщика шла в бешеном темпе, Поскольку от ее результатов зависела судьба упрятанных в тюрьму конструкторов. Требовалось решить ряд сложных технических задач. Важнейшими из которых были герметические кабины вентиляционного типа, шасси с носовым колесом, стрелковые установки с дистанционным управлением, силовая установка. До войны в СССР был создан ряд конструкций гермокабин для самолетов. Все они были регенерационного типа, как на подводной лодке. Углекислый газ, образующийся в процессе жизнедеятельности человека, поглощался специальными патронами, а необходимый для дыхания кислород подавался в кабину порциями, открытием вручную соответствующего вентиля. Согласитесь, неудобно, особенно в боевой обстановке. Чуть зазевался и можно потерять сознание. Обеспечить наилучшие условия для полета на больших высотах могла лишь гермокабина вентиляционного типа. Отбираемый от компрессора нагнетателя воздух подавался в кабину, создавая требуемое давление. Экипаж мог дышать этим воздухом, но на случай разгерметизации в состав экипировки членов экипажа входили индивидуальные кислородные маски. Немало трудностей возникло и при создании шасси с носовым колесом. К 1939 году в СССР был только один такой самолет. Летающая лаборатория трехколеска Толстых, предназначенная для исследования новинки самолетостроения. С разработкой дистанционно управляемых стрелковых установок дела обстояли несколько лучше. Поскольку в конце 30-х годов подобное устройство было внедрено на самолете-разведчике БОК-11. Как и на этой машине, оборонительное вооружение ДВБ-102 состояло исключительно из пулеметов. По одному пулемету ШКАС с боезапасом соответственно 750 и 1000 патронов разместили в носу и под фюзеляжем. Два пулемета ШКАС и УБ с боекомплектом 1500 и 700 патронов установили на верхней фюзеляжной установке. В бомбоотсеке подвешивались бомбы калибром от 50 до 2000 кг. Бомб большего калибра в СССР не было. Но самым твердым орешком для конструкторов оказались двигатели. Несмотря на существование в СССР Центрального института авиамотостроения, целого ряда заводов по производству двигателей и нескольких ОКБ, это было одно из самых слабых звеньев авиационной промышленности. Производству новых типов двигателей в СССР обычно предшествовало приобретение за рубежом лицензий. И этот фактор являлся толчком для внедрения передовых технологий как в довоенные, так и в послевоенные годы. К началу проектирования ДВБ-102 его создатели могли рассчитывать лишь на новые двигатели М120ТК, разработанные в КБ-26 под руководством Климова. Новыми их можно назвать за необычную компоновку. Впервые в отечественной практике турбокомпрессоры ТК установили на экспериментальном стратосферном самолете БОК-1 в 1937 году. Но уже в 10-м полете появились крупные дефекты конструкции, связанные с обрывом лопаток. В следующем году турбокомпрессорами укомплектовали двигатели бомбардировщика ДБА и снова неудачи, не позволившие даже полностью снять летные характеристики. Устанавливая на ДВБ-102 двигатели с ТК, конструкторы получали кота в мешке, что в общем-то и проявилось впоследствии в ходе летных испытаний. 24 июля 1940 года, за день до освобождения Мясищева из тюрьмы, заказчик утвердил эскизный проект бомбардировщика с двумя двигателями водяного охлаждения М-120ТК. Этим же летом началась постройка опытного образца. Но Великая Отечественная война и эвакуация ЦКБ-29 в июле 1941 года затянули ее до начала 1942 года. В эвакуации коллектив Мясищева продолжил свою работу на заводе номер 288, созданном на базе авиаремонтных мастерских в пригороде Омска. В начале 1942 года бомбардировщик подготовили к летным испытаниям, и Мясищев остановил свой выбор на летчики-испытатели НИИ ВВС Валериане Ивановиче Жданове. В феврале этого же года Жданова командировали в Омск для проведения летных испытаний ДВБ-102. Хорошо знакомый с проектом бомбовоза, участвовавший в работе макетной комиссии, Валериан Иванович не ожидал эффекта, который произвел на него воплощенный в металл самолет. Спустя несколько дней, выслушав последние наставления ведущего инженера, экипаж ДВБ-102 занял свои места в самолете, предварительно отбуксированном к дальнему краю бетонированной стоянке, временно превращенной во взлетную полосу. Опытный самолет, едва начав свой первый разбег, вдруг стал раскачиваться из стороны в сторону с нарастающей амплитудой. Шимми – это короткое слово, заимствованное от модного в 30-х годах танца, молнией пронеслось в голове летчика. Вспомнились последние напутствия главного конструктора и рука быстро потянулась к секторам газа, взвизгнули тормоза. Бомбардировщик еще не успел остановиться, а к нему со всех сторон бежали люди. После осмотра специалисты сделают вывод – еще несколько секунд и передняя стойка могла сломаться. Только самообладание и быстрая реакция летчика позволили предотвратить аварию. Спасти опытный экземпляр бомбардировщика ДВБ-102 – самолета, о котором впоследствии будут много писать, не забывая при этом награждать эпитетами, впервые в отечественной практике не имеющей аналогов. В апреле 1942 года завершился первый этап летных испытаний, и машину передали в НИИ ВВС. Полеты выявили прежде всего ненадежную работу турбокомпрессоров, лопатки турбин которых не выдерживали огромную температуру выхлопных газов двигателей. Да и работа самих двигателей, имевших мизерный ресурс, оставляла желать лучшего. В ходе государственных испытаний первые 14 полетов выполнили на двигателях с заниженным числом оборотов на первой границе высотности. Затем установили новые двигатели, развивавшие меньшую взлетную мощность. Из-за этого на самолете не удалось достигнуть проектных характеристик. В отчете по государственным испытаниям отмечалось, что самолет на взлете прост, на пробеге устойчив. Боковые ветры под углом 60 градусов на взлете при скорости ветра 5 метров в секунду почти не ощущаются. В горизонтальном полете самолет достаточно устойчив. Возникающие нагрузки на рулях полностью снимаются триммерами. На виражах и разворотах самолет устойчив и хорошо слушается рулей. При углах крена в 50-70 градусов возникают значительные нагрузки на рулях, особенно элеронах и руле высоты. Самолет хорошо виражит с углами крена до 70 градусов. Техника выполнения посадки значительно проще, чем у П-2, Ер-2 и 103Б. Полет на одном моторе при полетном весе в 13 тысяч килограмм возможен на скоростях до 260 километров в час. С большим весом не проверен из-за плохой работы винтомоторной группы. Наряду с этим выявилось и большое количество дефектов. Увы, без них не обходятся испытания опытных машин. Наиболее существенные были связаны с передней гермокабиной, где находились рабочие места летчика и штурмана. Несмотря на то, что гермокабина ДВБ-102 создавала гораздо лучшие условия для работы экипажа, чем все построенные ранее, она имела в частности следующие недостатки. Теснота и затрудненная посадка летчика на сиденье. Невозможность быстрого покидания самолета. Неудобное расположение приборов. Недостаточное бронирование экипажа. Кроме того, в перечне дефектов, выявленных в ходе испытаний, отмечался плохой обзор летчику в верхней полусферы и полное отсутствие обзора задней нижней полусферы. Отсутствовал обзор цели на боевом курсе. Не лучше обстояло дело и с обзором у штурмана. В итоге, переднюю гермокабину не рекомендовали для установки на боевом самолете массового использования. Эти недостатки, выявленные еще в начале заводских испытаний, устранили в макете дублера самолета ДВБ-102. По мнению экипажа, испытывавшего опытную машину, новая гермокабина должна была создать значительно лучшие условия для работы летчика и штурмана при выполнении ими боевых задач. Что, в общем-то, впоследствии и подтвердилось. Задняя же гермокабина осталась без изменений, поскольку обеспечивала условия работы в ней, не отличавшиеся от негерметичных кабин самолетов тех лет. В ходе государственных испытаний на самолете усилили вооружение. На носовой установке пулемет ШКАС заменили на 20-мм пушку ШВАК. На нижней дистанционной установке стрелка-радиста ШКАС заменили пулеметом БС-калибра 12,7 мм. В итоге характеристики оборонительного вооружения ДВБ-102 превзошли по своей мощности заданные тактико-технические требования. В соответствии с приказом НКАП за номером 451 от 20 июня 1942 года на самолете установили звездообразные двигатели воздушного охлаждения М-71, разработанные в ОКБ Швецова. Этот двигатель, хотя ранее и устанавливался на истребителях ОКБ Поликарпова и Лавочкина, был явно сырым и требовал доводки. После третьего полета из-за поломки левого двигателя испытания прервали до получения нового М-71. Доводка самолета затянулась. В Москве, а точнее на опытном заводе НИИ ВВС, на самолете начали подготовку по установке форсированных двигателей АШ-71Ф с турбокомпрессорами ТК-3, которые удалось получить лишь в 1944 году. Одновременно с этим, в соответствии с макетом дублера, переделали носовую кабину, заменив каплевидный смещенный к левому борту фонарь летчика на новый, занимавший практически всю ширину фюзеляжа. Это заметно улучшило обзор и дало возможность штурману подменять летчика в длительном полете. В таком окончательном виде, с мая 1944 по 25 июля 1945 года, самолет проходил совместные летные испытания. Несмотря на то, что двигатель М-71Ф, развивавший взлетную мощность в 2250 л.с., прошел 50-часовые стендовые испытания, его плохая работа постоянно проявлялась в полетах. Так, например, 20 июля 1945 года, при выполнении полета с целью определения границ высотности двигателей на первой и второй скоростях вращения нагнетателя на высоте 4200 метров, из-за разрушения шатунов коленчатого вала отказал левый мотор. В итоге почти четырехлетние работы на ДВБ-102 получили максимальную скорость 570 км в час, практический потолок 10750 метров и дальность 3740 км. Самолет ДВБ-102 с двигателями М-71Ф вследствие выхода из строя одного из них и отсутствия новых в промышленности и его дублер законсервировали вместе с другими самолетами КБ Месищева. Простояв долгое время около ангара завода номер 240 на центральном аэродроме имени Фрунзе, эти самолеты списали, пустив на металлолом. Но идеи, заложенные в ДВБ-102, не погибли. Продолжение следует...